Я все еще не дошел до фотографии, которую хотел показать. Я надеюсь найду. Уникальная фотография. Вот одна из них. Вот это вот моя ученица. Это Юлия Матвеева, которую я называю дочкой из Омска. Вот такой ангел, ангелочек. И это ангелочек получил. Берем, отрезаем, получаем кучережь и низкостамбовую крону. Значит, возможность дожить до плодношения увеличивается за счет обрезки. Она приближает плодношение. Это раз. За счет того, что часть саженца укрывается снегом, это два. Вот. Ну, а она выпускница сельхозвуза Омского, как с университета. И мои знания, вот эти ей не помешали, и вам не помешают. Вот. То есть, у меня, я много рассказывал и фотографии показывал. Вместе с этой девочкой мы ездили. Она, как ученица, она жила у меня. Она проходила самую официальную производственную практику. Самую официальную. Вот. У меня у фермера Железова. Напросилась сама. Два случая. То есть, фактически, это исключение из правил. Нормальный, что детская мне не поедет. Учиться же придется. По-настоящему. Это не каждому дано. Вот. Многие учатся формально, знаете. Так вот. Всего таких девушек было две. И тогда, получается, следующее. Она видит это все живьем. Так. А когда мы приехали к Ботнеру, он нам рассказывал. И я делал фотографию. Он говорит, вот видишь, у него были однолетние. Ну, может быть, двухлетние. Вот такие же саженцы. Это было два года. Вот. И у него так же было. И он отрезал на уровне груди. Сразу говорит. Что у него было раньше? 15-метровый гигантский черешик. Невиданный. Неслыханный. Ей надо табличку вешать. Красный мне был эту черешик заносить. Табличку, что по этой самой... Что это... Он же ее сперел потом. Получил метровый. Вот такой вот пень. Потом. Ну, когда полчаска занял. Окей. Вот. Это было. А в этот раз он уже... Говорит. А теперь я режу сразу. Поним? Сразу. И тогда получается у него вот такая же форма, как у меня. Вот. Видите как. И вот мы с Юлей ездили. Я специально говорю, вот наш мэтр. Вот. Который, это самое... Я считаю, гением. Она даже у нее книгу купила его. Вот это я хотел сказать. Ну, дальше я искал... Еще есть несколько фотографий такого типа. Дальше я показывать не буду. Возвращаемся к нашим делам. Итак. Почти ответил на такой вопрос. Почти, потому что на развернутый вопрос надо было 20 фотографий. Так. Современная фотография сделана вчера. Это нога Юли Сергеевны. Это у ее ног почти вся коллекция. Не вся, но большая часть того, что я сейчас имею. Фотография ее прошлогодняя. Вот она ими занимается. Крупный план. Вот такие, значит, посылочки отправляет. Вот. Собирает. Два человека. Вот все, мне повезло. И мне это практически помогло даже собирать деньги на похороны. Вот. То есть, два человека заказали вот так. Я ни на что не намекаю. Не-не-не-не. Ни на что. Два человека сказали так. А мне всех по десятку. Я беру, скопирую каталог, считаю. Пятьдесят шесть. Один раз насчитал пятьдесят четыре наименования. Ну, я уже устаю так, что сбиваюсь. Вот. Умножил на пятнадцать. Получил что-то там семь или восемь. Восемь, 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 девять. Не помню. Ну, пятьдесят четыре вносится на пятнадцать. Вот. А, пятьдесят четыре плюс ноль, пятьсот сорок получилось, да? Пятьдесят четыре наименования. По десять это пятьсот сорок. И умножаем на пятнадцать. Все там уже, уже ничего не соображаю. Вот. Почти не спал из-за этих похорон. Из-за проблем. И тогда получилось солидное это. И, может, проходит два дня, еще один товарищ. Вот, вчера. И мне все по одному. Я давай считать. Вот раз получилось так, там, сверху вниз считал. Вот, тут снизу я получил пятьдесят шесть наименований. Вот. Пересчитал пятьдесят шесть, значит. И еще у меня куча денег на то, чтобы собрать посылку. Ой, сам. Чтобы это, похоронить человека. И вот тогда я пример привожу. А для вас эта возможность, пока они дешевые, пока по пятнадцать рублей, пожалуйста. Вот они, черешни, вот они, вишни, вот они, эти самые, абрикосы. Вот они, видите, черненькая белеется. Это, значит, груши руссурийская. Вот, пожалуйста. Идем дальше. Так, знаете что, сейчас двадцать, мне нужно добавить кипяточку. Хорошо. Опускайте. Это займет не больше двух минут. Спасибо. 습니다. Пожалуйста. Спасибо. Продолжение следует... 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 Ну ладно, посмотрим, что вырастет Природа не именует, что люди варвары Ой, грешно смеяться Ну а потом, сами понимаете Я беру Это Открываю вот этот сайт Она же мне прислала, откуда дровишки Она же мне прислала, откуда Я беру, открываю Что я вижу Оказывается, в Сибири Должны расти персик Бургундик Персик Воронежский, персик Донецкий Персик Сибиряк Персик Сибиряк, обычно моя фотография фигурировала Но я их уже отучил Вот То есть они фотографию уже поменяли Я же их мордой, мордой Вот Они пишут так же персик Сибиряк Им же надо продать Подменили, а теперь другая фотография С интернета Белый лебедь Это роскошь Это юг Это Где мы в Москве В Питере В Ростове Попробуйте вы В Белгороде найти Вы и там замерзает Нет, в Сибири И все вот это Наворовали с интернета Наворовали, наворовали, наворовали Вот И что? Ну Ни одного персикового дерева нет Откуда даришь Вот так врать А вы для чего нужны? Я для чего нужен? Распространяйте дальше Уже просто Если бы где-то Были в этих На этот сайт Ну как бы сказать-то Везде есть обсуждения Везде есть эти каналы Сайты Пожалуйста, скажите Промышленных садов Маточных садов Сибири Персиковых Нет То, что Сергей Там сотни выращивает Персиков Привитых на этих На манчжурцы Это Это даже будем считать Это Знаете, когда мало Нужно же миллионы Они-то тысячи продают А Сергей Там сотни всего Это называется Сотня Исчезающая малая величина Слово Исчезающая То есть Можешь считать не сто А может считать нолём Вот так Такая наглость А? Такая наглость А ещё Алыча Бишня Грецкий орех Грецкий орех Сибирь Ёп Ой-ой-ой-ой-ой Ну рябина ладно Вот Слива Туда-сюда Черешня в Сибирь Полтора сада Черешня в Сибирь На всю Сибирь Железово И у этого У Боднера Вернее не так У Боднера И чуть-чуть У Железова Вот вам и это Как сделать Чтобы эта ложь Стала всем доступна Ведь покупают Раз для Сибири Купят же Ладно Есть В этой бочке лёгтя Одна маленькая Ложка мёда Купили Укрывайте полностью Полностью А как укрывать Уже 100 раз говорили И даже Даже без меня можете Заходите Укрытие персиков В Яндексе В Гугле Где угодно Набирайте И обязательно Будет укрытие Единственное Могут сопреть Тут надо сделать так Чтобы вроде бы укрытие были Но воздушная прослойка нужна Так Поэтому я отчитываюсь Все таки 2000 на коляску пришло А кто Я не помню Я отчитываюсь Перед тем Кто прислал 2000 На коляску Вот Становится Матерью Одиночкой Помощи не ждет Буду рожать и точка Ну и короче Родила Вот Ребенок 3500 Мальчик Вот Спасибо Коляска куплена Все таки Собрали мы деньги На бэушную коляску Вот То есть Я хочу сказать Тем Кого это принял Принял На душу Да Девчонка родила Правда На чего она жить Будет я Не знаю Но Пока вот так А это Когда я ждал Помощи На коляску Это были мои данные Вот Видели Все садоводы Почти предлагают Купить Тот или другой Аппарат Опрыскивать деревья Или кустарники Или вносить В почву Какие-то Микроэлементы Даже на оскорене Траву Настойной Никто Не говорит Что растение Надо сажать На солнце Не в тени Чтобы растение С этих сторон Падал солнечный свет Если не хватает Солнца Хоть подкормки Опрыскание Препаратами Опрыски Не поможет Надо правильно Выбрать место Для посадки Растение Вы думаете Это железо Это уже реакция Это где было Вот Это уже в комментариях То есть Нашелся человек Который не хуже меня Или с моей подачи Говорит Есть их И полностью Не будет солнца Облито Дерево Облито Солнцем Солнца не хватает Будет болеть Обязательно Будет болеть И все что вы потом Туда будете Прискать Никогда не поможет Но об этом Вот смотрите Прошло Допустим Я об этом знаю По принципу А почему тут Подошел Дерево Ну видно же Видно же Что Частично в тень Попасть болеет В тени нет Не болеет В тень попала Болеет Но если Допонят Они не калечить Я же имею ввиду Свой Вот А мне же приходилось Садить Не угодно И за домом И под домом И за сараем И за этим Прятать Ну места не хватает Тень болеет У меня Я же не калечу зря На солнце не болеет Тень болеет На солнце не болеет Тень болеет Когда мне это надоело Это наблюдение Я просто Начал всем рассказывать И за 40 лет А я начал читать Вы знаете что Я же сюда В 84-м приехал А представитель На хозяйство Журнал Кажется Начал выходить С 83-го года И в 85-м году Он уже был Супер популярен 3 миллиона экземпляров И с тех пор И до сих пор Ну хоть бы один Автором Журнала Потом появился интернет Специалистов Якобы Назвали себя Экспертами Несут всякую херню Но ни один Никогда не сказал Именно вот это Что на солнце Желательно Да Ну чтобы Когда дерево Не хватает солнца И вот оно больное И человек жалуется Он показывает фотографию Выставляет на Миллионный этот самый Канал Вот И никто не скажет Да вы Это Ну вот же видно Забор А Крупнейший Не буду Называть название Крупнейший Телевизионный канал У них как дерево Так обязательно Показывают Оно стоит в тени На половину И опять Прыскайте Прыскайте И вот такой ряд Этих самых Ну Просто сказать Не садите В тени А у них Посажено в тени Ну видимо Места мало Я понимаю Но зачем Такие советы Давать Видишь Привыкает К тому что Вот оно растет в тени Вот оно больное Вот оно Прыскает Ну скажите Что я допустил Ошибку А так никто Не говорит Бесполезно А вот он И человек Нашелся Вот Это Уже Комментарий Под моим фильмом Нормально? Умнее Не придумаешь Так Ага Вот Ну Бойков Вы все знаете Я не раз рассказывал Один из основателей Саногорского садоводства Феноменального садоводства Да Вот Теперь так Рядом сидит Кордиумов Николаевич И вот эту вот Вещь мне прислал Курдиумов А сейчас Мы опять Придется искать Вот И еще раз У меня времени Осталось мало Я Я обижался Каждый раз Если не забуду Мне нужно Каждый Каждый раз Рассказать Об одном из Садоводов Которые Придевдовали Название Великий Но не всех Получилось Я объясню Почему На конкретном Примере Объясню Почему Что-то Было Делать Ага Чуть-чуть Промахнулся А вот Здесь Вот он Ник Так А вот Эти фотографии А вот Наш герой Именно Сегодняшний Он Кроме Всего Прочего Посетил Значит Бертейского Адольфа Александровича Это Уже Он посетил Там Где он Построил Дом На усадьбе Это Ну Это Пригород Это Одно и Та же Сынного С краю С краю Минут Пять Посветил Почему Это Очень Важно Это Горько Это День Несостоявшийся День Он Он В этом Не Виноват Итак Знакомство Вот Ну Тогда Легко Было Друг Друг Находить Понимаете Так Было Это Называется Слухом Земля пользуется. В 92-м году взял землю на острове и в этом время было второе, это уже получается 40 лет назад. И вот тогда договорились, мы поехали к нему весной. Вот. В чем заключался его первый подвиг? Это вот у Геракла было 12 подвигов, да? Геракл, знаете, такой был персонаж. Кстати, чтобы они посмеялись, ну как, немножко сбить серьезный разговор, бывает серьезный, надоел сильно, нудно. Рассказывают про Геракла вначале. Вот у 12 подвигов, вы знаете их. А в 13-й школьникам, а в школе проходя, они рассказывали 40 девушек подряд полюбил. Поняли? И сейчас многие этого не знают. Ну, годиться-то можно? Не кажешь же? Ну ладно. Так вот, подвиги Бетяевского. Первый из них был такой, я приезжаю к нему, с ним сажаю свою машину, мы поехали в Майну, в его тогдашний сад. Уже травка зеленела, солнышко блестит, а у него улица горная, Майна улица горная. И мы поднимаемся на машине выше-выше, а дальше говорят, снег лежит. Представляете, внизу солнышко блестит, травка зеленела, мы вылезли с машины, в ботиночках пошли. Почему я запомнил? Мы в ботиночках шли, и когда уже грибли по снегу, где-то уже почти по колено, мы зашли на его участок. Мы срезали несколько веточек абрикосовых. Вот. Ну, срезал, срезал, а что это такое, надо знать. Дожидаясь урожая, Александр, поехали еще раз в твой сад. Поехали, он такой, ну, наш человек, не жадный, ничего. Вот. Поехали во время подношения. Я вижу два ряда абрикосов, достаточно взрослых. Под одним лежит, абрикосы лежат, а их собрать невозможно. Это беда. Ну, может быть, не склонен к тому, чтобы собрать на рынок, собрать на рынок. Это еще в те годы. Мы лежали с плащинкой в ром. Столько урожая пропало. Ой-ой-ой. Под каждым деревом, летом по десять. На ней были не штуки, старые, молодые. И уже тогда, а я же очень такой, вредный, я сразу заметил, второй ряд абрикосов, недоростки, корявые, вот такие, вот, и почти нет абрикосов. Уже тогда, я догадался, вот, что это, второй ряд, попал в слепую, садил, геопатогенную зону. Склон достаточно крутой, вот такой. Один ряд нормальный, а второй в геопатогенную зону. Это уже отдельная тема, но это уже был факт, что я говорю, Александр, еще у тебя, они растут в геопатогенной зоне, поэтому они отстали от их соседей, которые буквально в четырех метрах. Вот так бывает. Это одно наблюдение. Дальше, значит, он переезжает сюда, вы видите уже, ну, здесь его нашел уже, Кулибов, уже на этом участке сфотографировал, а я его знал уже тогда, и уже тогда он продавал абрикосы, абрикосы в виде саженцев. И вот, что было интересно, до этого я его завожал, потому что в то время, еще, вот, вот, вот сейчас уже все рушится, уже, ну, сам не знаю, что такое, 90-е годы, вот. Мало того, что у меня по цикле сад сажгли, у каждого была своя трагедия. И вот трагедия в том, что он собирался взять гектар, он уже сколотил небольшую бригаду с трех человек, так, и самое главное, что к нему приехали два, два садовода-профессионала, ученые, настоящие из Мечуевского института. Вот они к нему приехали, убедились, что все великолепно, что все это, что это волшебник, представляете, какие абрикосы, вот я бы не видите, да? Знаете, как этот сорт называется? Я у него высыпленился в то время. Этот сорт называется Слава Мечуевска. Но это ладно. Значит, а ему же на что-то жить надо, и вот он продавал саженцы. А теперь представьте себе, рынок забит. Я рассказывал, первые годы много рассказывал. Торговали сотни садоводов, выкапывали все, что было подряд. Попадались там и эти самые, и верба среди саженцев, поди отличия. Когда листьев нет, да? Листьев нет, на плече. А саженцы на рынок тащили. И черемуху, и вербу, и тополя. Это все, что вот вокруг летали семена. И все это на рынке. На рынке были непривитых априкосов много продавалось. Так? Вот. Оно много продавалось потомков, ранее. Все, что вылазило из земли, это сливы китайские вылазили из земли, вишни вылазили из земли. Все это все. Все все равно пуст. А знаете, почему пуст? Все равно никто ничего не купит. Никому ничего не надо. Просто садоводство садоводство умерло. А в то время нет. И вот он, Анатолий Александрович, продавал лучшие саженцы по качеству плодов, по качеству. Ну, сами видите, вот она, картинка. Шикарный 600, зимний. Слава Мичуринску. Априкосы. И априкосы он продавал по тем временам. Это как сейчас цена. Ну, может быть, сейчас это было бы и правда 1000 рублей. И мне запомнилось, потому что в те годы инфляция скакала, не поймешь, инфляция, девальвация и это 3,0 вот, зачеркивали. Помните? О, этих денег. Миллионы, мы все были миллионеры, вспоминать. Вот. И у него получилось так, примерно, ревность и саженец, как правило, не привитый, 3000 рублей, а у него 150. прошли годы, несколько лет, он продать не может и не уступает цену. Он знает цену этой роскоши. А я подтверждаю, если я был в саду, где у него это самое, сотни килограмм гнили, причем в дичайших условиях, улица Горная, где-то там, высоко-высоко, чуть ли, ближе к перевалу, представляете? И такие урожаи. Вот. И он не уступал цену, представляете, картину, ведь потом же все-таки пилу-то взял, растут на таком расстоянии, уже высота 3 метра, саженцы, растут, растут, метр, потом два. Та же беда случилась у Боднара, но про Боднара рассказывал. Вот. Тоже не купили. Обидно было, страшно. Наверное, тоже был потом топор или бензопила. И вот у него растет, допустим, ряд 100 штук, на таком расстоянии, высотой 3 метра, и уже поздно. Все. Уже никто не купит и выкопать невозможно. Вот это для меня и четвертая трагедия. А куда делись ученые, которые вдохновляли его, что будем вместе, будем, это, диссертации, будет этот самый, филиал нашего Мечудеского института, они уехали из концов, а я их не осуждаю. В то время прекратилось финансирование. Вот. Страшно прекратилось так, что все, он был забыт, все забыто, а потом была его лучшая сорта, абрикосовая, попали, ну, растут, они же растут, хорошо бы метр, два, три. Вот в духовно-середине друг от друга растет сотня. Вот это то, что я у него застал. Обидно было, страшно. Обида была лютая, лютая обида. Представляете? Так же, как и бодрощик был жив, и он мне показывал, еле ходил по этим, по своим горам. И вот это горько мне рассказывал и показывал. Вот это вот. И еще, вот чуть вернусь, да, видите, эту даму, вот, уникальнейший человек, я бы ей хотя бы орден был дал. И этот орден должен был ее украсить, вот, потому что она это заслужила. Но кому нам сейчас нужно? Самые трудные годы, когда не было финансирования. Она же тоже, это части этого самого, части этого самого института, кажется, имени Лисовенко из этого, из, ой, господи, во память. ну, алтайского, этого, ну, сейчас, это у меня провалу памяти начали с ней удивлять. Барнаульский институт имени Лисовенко. Так вот, значит, если так было, и она попала в такую круговую, перешла наворачивать до Саренцева, держалась, и держалась, коллектив держался. Вообще, чуть ли не зуба на полку, господи, как я это застал все. Обидно было, люто. Вот. Потому что они тоже остались брошены в фактические государства. И ладно бы, как бывает, есть пустые, как я говорю, пустые совершенно, и хоть закрой, не закрой, никто не заметил. Но Субботинский-то, Субботинский-то, феномен, феноменальный. Уже весь Саиногорск, Шушинский район, Саиногорск, это тысячи-тысячи саженцев, рынки забиты, кругом яблоки, сотни ветер стоят, дорог стоят, на рынках стоят. Вот. А она там перебивалась, как это самое, это подвиг научный. Вот это я хотел сказать и о ней, и о товарище Бертяевском. Всё, друзья. Сейчас, одну секунду. Одну секунду. Так. Ну, а время ещё 15 минут. Так. Лекция моя сбежала. Нет, вот она. Вот она. Итак, посмотрим, оставшиеся беды, что-то наиболее важное выделю. То, что я рассказывал, вы знаете, мне иногда один из сотни находится, и так, бурчит, вот так вот, мне нужно вот пункт первый, пункт второй, пункт третий. Посадка, обрезка, прививка, вот, и больше ничего не волнует. Всё есть, материал уже мой. Я когда, вот сейчас, ой, нет, туда нельзя, там, пароль. Я хотел показать, что когда я высылаю, всегда десяток роликов высылаю. Коротких, ёмких, как всё делать. А зачем мы тогда почти 300-й вебинар проводим? А вы когда-нибудь смотрели, друзья, например, детективы, или смотрели, или слушали, или видели, или читали? Ну, можно же сразу заглянуть, вот, 300 страниц, можно же сразу первую посмотреть, человека убили. А дальше идёт расследование, расследование, где-то капля крови, где-то пятнышко это самое, от этой самой, от, от этого, от мизинца, рисунок на этом, на пальце, как он называется, капиллярные сосуды, вот, и так, из-за этого, а там ещё любовная история, тут тоже, я много же говорил про любовные дела, ведь с одного, что это любовь, вот, с огромным уважением, и можно же сразу, первый посмотрел, убили, а последний посмотрел, кто убийца. Зачем тогда выпускает гигантские, миллиардными тиражами эти же детективы? Так вот, то, что я говорю, это тоже детектив. Вот, пусть сегодня нас мало. Я думал, прекращай, думал, только заикнусь, письмо, не, не, не вздумайте, не вздумайте. Ну, и потом, когда-то надо будет снова из этих делать фильмы. Ну, почему нельзя отсюда собрать, допустим, историю садовозства, сделать уже не фильм, а книгу, вот, фотографиями обеспечу. Вот, мы же не зря живем на свете вместе с это, с Николаем Ивановичем Курдюмом, да? Ведь вы представляете, какие люди, какие люди на этих фотографиях. Смотрите. Вот. Посмотрите сюда. Вот сюда. Ведь, я же про них очень много знаю. Вот. И про Жилцовских. Вот они. Сейчас я лишнюю. А то повторяется. Вот так. Вот так. И про Жилцовских. Вот. Человек-легенда. Грывая легенда. Единственный человек, который умудрился, насколько я знаю, Россию, получить орден за садоводство, его вклад такой, что мне и не снилось. Почему? Потому что тогда он был востребован. Этот человек без рук. Он был востребован. Вот. это уникум. У меня есть книга с его автографом. Представляете? Вот. Я его хоронил, этого человека. Боже мой, если бы вы знали, какие у нас люди. Боже мой. Спасибо, Николай Иванович, за такие фотографии. Уникум. Как-нибудь о ней я расскажу. Видели фильмы? Видели. Все-таки одни видели, а сто не видели. Один видел, сто не видел. Вот. И вот этот человек, да, его нашел Курдюмов. Я до сих пор о нем ничего не знаю. Я даже забыл, как его зовут. Это один из феноменальных черевушкинцев. Вот так получилось. Помните, я на прошлом вебинаре плакался и извинялся. Вот так получилось. Но не хватило меня на всех. Мне надо было не жить, выживать. Работать в двухсадиках, а потом в свободное от этого время. Вот. Кстати, в двухсадиках мне платили месяц две по три тысячи. А потом мне надо было идти и работать, и работать, и работать. Но наблюдать. И вот этот человек я упустил. Просто упустил. И сейчас не знаю, где, кто. И фамилию даже знал, но забыл. Пока его не посадили к нам президиум, я не мог это, откуда я его помню. Так вот же, Крудьеву фотографию мне оставил. Видите как. Но это не все. Это только то, что Крудьеву мне предоставил. Вот. Ну вот, теперь, наверное, осталось девять минут. Сейчас я посмотрю. Не упустил, но я что-то важное. Вот он ужас. Вот он. Ужасный ужас. Я должен доказывать, доказывать, доказывать. А меня обзывают, гадят, гадят, гадят. Что нельзя этого делать-то? Ну как так можно-то? В Сибири нельзя. Ну реально, на Дальнем Востоке нельзя. Вся средняя полоса и север России нельзя. Вопрос был про этот самый. Мне чуть-чуть не нашли. Вопрос был про рак. Пропускаю. Будет о чем поговорить. Полюбовались на рак? Да, рак виноват. Не надо деревья калечить. А потом на рак сваливать. Все это потом, 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 потом. Что-то видели, что-то не видели. специалисты учат. Вот чуть-чуть вот так вот лезвие секатора повернешь, правильно, а под другим углом неправильно, а под этим неправильно, а под этим неправильно, а правильно вот под этим. А дерево похер, оно от мороза видели, что сделало? Хоть как угодно делать. Единственный выход, что если эти с левой веткой и с правой веткой, если эти ветки не резали, так на них нет никаких ран. А потом враг виноват. Глупость виновата человеческая. Ну что, опять брат скажет, шашкой машет, шашкой машет. Потом будем говорить об этом. Тут пострашнее есть. Вот они, абрикосы. Самосев. Самый ценный в мире абрикос. Осенью с Юлей будем продавать рублей по 500. Прошлый год по 300 продавали. Но там была дикая засуха. В этом году хоть дожди идут. Хоть поднимутся до этого места. Но не до пояса, но хотя бы до этого места. Ну, считайте, 500 рублей. да они стоят должны не 500 рублей, а 5 тысяч, 10 тысяч, если бы знать их истинная цена. Да кто ж ее знает. вот они, вот они, Вот где этот самый, черный пар, от посадки дерева черный пар, вот. Тут они лучше выглядят. Ладно, пропускаем. Ну, можете посмотреть сюда, потом скажете, открою второй раз, найду это место, запишу телефон, телефона, и осенью захожу эти самые, эти самые, вот эти, вот эти самые, вот они, видели. Ладно, это все уже не успеваю. Вот. Уже не успеваю. Война продолжается. А знаете, почему продолжается? Я еще только вот это и все. Про меня. Я в этом ролике чуть не уснул. Столько воды налетов. То есть, все, что вы слышали, три часа, да, значит, я слышал. Это вода. А главная проблема косточковых, манилиоз. Супер, наверное, это специалист. С таким тоном разговаривает железом, которого 40 лет старше. Мечтая того, что я потомственный садовод с детства. Чтобы так разговаривать, надо иметь сад лучше моего. Вы понимаете? И вот он делает вывод. Проблема косточков, манилиоз. Никакая правильная посадка на правильную глубину не поможет. Откуда ты знаешь, что не поможет? Ты садил? Большинство садит на такую глубину, что избавим больше. А тут лучше вообще не садить. Правильная посадка не поможет. Это придумать такое. я 40 лет и последние 20 лет, 25 лет уже начал работать с этими журналами, газетами, телевидением. Потом прибавился интернет. Я говорю, говорю, правильная посадка, упала косточка, у нее корень будет под землей, а этот самый росток будет над землей. Закопать на 5, на 6, самый главный специалист, у него черным по белому статья написана 10 сантиметров, а потом ой, у меня сад погиб. Вы представляете, как вот это вот, вот это вот, спокойненько так взять меня это, как сказать, опустить ниже плинтуса и сиди там железом. И молчи, что потому что никакая посадка не поможет, потому что манилиоз, а манилиоз, еще раз, это гриб, он не трогает здоровое дерево. Никогда. Никогда. Потом, когда вот это происходит, вот это вот. Тут уже не посадка, тут две причины. Первая посадка, а вторая ненужная неумеренная обрезка. Там гниет, тут гниет. Там влага, тут мороз. там влага, тут мороз. За что это самое-то? И это все ни при чем. Либо поперек. Вот я говорю, так, нет, он скажет, наоборот. Только это, мне остается только одно, говорить, что надо садить поглубже, тогда он скажет, нет, надо садить на поверхность. Вот. Представляете, в какой атмосфере жить приходится. Иногда руки опускаются. и самое страшное, еще раз, последнее, друзья, там, где у них сотни тысяч просмотров, даже миллионы просмотров, все идет подряд, брат, подтверди, какой-то очередной страшный совет смертельный, уничтожить муравьев, уничтожить нижние скелетные ветки, закопать поглубже, и такое есть. Специально закопать поглубже, закопать по прививку, закопать выше прививки, прородить крону, и тогда все, все вот этого самого, и потом спасибо, 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 а где наши-то? И тоже заходят туда, почему молчат? Почему они не устраивают об этом, чтобы хотя бы заколебать людей, чтобы они хотя бы задумались? Это же так понятно. Дерево родилось в природе, у него идеальная крона, идеальная, вот, для той местности, где оно в миллионы лет развивалось, попадает на север, попадает, значит, что делать? Отмерзает кончики веток, это самое первое, что происходит, но загущается, но живо, так, нет, надо вырезать его в центре и сделать эту самую, как это называется, чашу, чтобы туда солнце попадало, а то оно не попадет, на севере дерево уже болеет, уже подмерзает, еще надо вот таких вещей пододелать, а говорим, что дерево изначально идеальное, просто на каждом новом месте надо учитывать, почва другая, ветровая нагрузка другая, солнце другое, солнце другое, вот, значит, влажность другая и наконец-то это самое, температурный режим другой, подстраиваться надо под это, чем севернее, тем ниже, ну что, вот форма идеальная, но она идеальная, допустим, для Африки, когда-то туда ушло все, когда Европу накрыл этот самый, не три километра ледник, просто ледник, а три километра по высоте, и ничего нет, все ушло, а потом возвращается, потом опять ледник, вот, и промежутки между этим приспосабливаются к любым свойствам ледника, но как, тем севернее, тем скромнее, там берется количество, не хватает для всех этих плодов уже глюкозы, не хватает, за то количество, чтобы семян было больше, семян больше, эти сорта скромнее, а самые лучшие качества все равно где не осталось, где номер осталось, и мы доказывали, доказывали, вот же абрикосы, вернули же мы это, вернули, персиком частично вернули, ну, ну разве не интересно жить-то, только бы гадили бы поменьше, и это самое, вот такие вот специалисты, ведь кто-то же ему поверит, что не важно, где эта посадка, заглубление, не важно, вот он написал, не важно, он принес огромный вред, страшный, смертельный, тысячи людей, мне поверят, и у меня всего-то просмотров-то, с Гулькинху, нос, всего-то, ну разве можно вот так вот и кидаться такими словами, потому что многие же ему поверят, вот просто поверят, а почему нет, высказался, душу отвел, теперь, после того, когда я отвел душу, немножко отпустит, на душе станет легче, вы сами знаете, какая, вот, веселая, в наше время, когда мы потеряли веру в будущее, и не знаем, завтра будем живы, или это, или надо возвращаться к тому же, обратно садить картошку, вот, и думать, что, что будет, если это, Израиль, и, и это самое, Египет, перестанут там картошку поставлять, перестанут, и все, с голоду сдохнем, дожили, вот, после всего этого, все, что я высказал, мы с вами делаем 5 минутный перег, а я перехожу вот сюда, вот сюда, смотрите, так, нас еще меньше стало, вот так вот, ребята, может и правда пора завязывать, рассмотреть никто не хочет, так, друзья, я пошел на... Субтитры сделал DimaTorzok